Все получилось так, как никто не ожидал. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Новостные сводки последнего времени все больше напоминают сюжеты известных триллеров, в которых страшная зараза угрожает человечеству. Телевидение, радио, газеты, интернет ежедневно сообщают очередные подробности о распространении по земному шару нового коронавируса. Когда СМИ только начинали публиковать первую информацию о неизвестном инфекционном заболевании, казалось, что китайский вирус еще не скоро доберется до Пензенской области, но теперь уже и в нашем регионе есть первый официально подтвержденный случай заражения коронавирусом. В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности, открыты горячие линии. Зареченцы, вернувшиеся из-за границы, могут обратиться в единую диспетчерскую службу города. С 13 марта работает круглосуточная горячая линия. Телефон горячей линии 60-80-05 работает круглосуточно. Создана она для сбора информации от граждан, вернувшихся из-за границы, в целях передачи сведений о месте, датах их пребывания и возвращения, и другой контактной информации. Режим повышенной готовности действует в учреждениях образования, культуры и спорта. Отменены все массовые мероприятия. Школьники отправлены на дополнительные каникулы. Медико-санитарная часть номер 59 вводит особый порядок работы. Полное ограничение посещений в стационаре. При этом плану госпитализации мы не отменяем, операции не останавливаем. Но посторонним лицам находиться в стационаре, в том числе навещать родственников, сегодняшний день запрещается. Кроме того, мы прекращаем сегодняшний день диспансеризацию, которую мы проводим с начала года, и прекращаем проведение профилактических осмотров, как взрослых, так и несовершеннолетних. На сегодняшний день у нас полностью комплектованы запасы медикаментов, в том числе противовирусные препараты, средства индивидуальной защиты, одноразовые маски, одноразовые костюмы для медицинских работников. По словам медиков, симптомы коронавируса легко спутать с обычной простудой или гриппом. Точный диагноз может поставить врач только после лабораторного исследования проб. Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, поэтому при малейшем подозрении на заболевание человеку необходимо ограничить общение с окружающими и не выходить из дома. Если человек почувствовал, что недомогание, головная боль, мышечная боль, слабость, ну, в общем-то, признаки сопутствующей ОРВИ или гриппу, то не нужно никуда приходить, ни в приемный покой, ни в поликлинику ни в коем случае. Нужно оставаться дома, уведомить об этом работу дателя и вызов врача на дом. Минимизировать риск заражения коронавирусом можно, соблюдая определенные правила. Нужно избегать места скопления людей, чаще мыть руки, не трогать ими рот и глаза, проветривать помещение. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».